Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Первой книге царей. И сегодня мы будем читать пятую главу. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Изера в Азот. Имеется в виду, что взятый в качестве трофея ковчег Завета филистимляне, по-еврейски это плештим, от этого слова происходит слово палестина, слово не очень удачное для христиан, потому что филистимляне, плештим, это символ бесов, которые нападают на народ Божий. Взятый в качестве трофея ковчег Завета филистимляне переправили из Эвен-Ха-Эзера, где располагался еврейский военный лагерь в город Аждот, Азот по-синодальному, который, по всей видимости, в то время был главным городом их конфедерации. То есть они как бы такое уважение проявили по отношению к ковчегу. «И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подли Дагона». Подли — это не напротив, подли — это рядом. Вот статуя Дагона, и рядом был поставлен ковчег Завета. На это мы сейчас должны обратить внимание. Филистимляне, возможно, считали, что они оказывают почести к ковчегу Завета тем, что поместили его рядом со своим Богом. Но есть и другое объяснение, что этим они высказывали к нему свое пренебрежение и поставили его в своем капище для того, чтобы побежденный Бог служил Богу-победителю. Имя Дагона от слова «даг», что означает «рыба» на еврейском. И поэтому считается, что выше пояса он был человеком, а ниже пояса – рыбы, что-то наподобие русалки, но уже мужского пола. И мы читаем далее. «И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место». Обратите внимание, здесь сказано, что они его взяли и поставили на свое место, а не сказано, что его подняли. То есть на самом деле падение было каким-то очень необычным. Они стояли рядом, вот Дагон, вот ковчег Завета. И Дагон не просто упал, он упал с разворотом лицом головою к ковчегу Божию. То есть это был такой пируэт. Это было очевидное чудо, и это нельзя было объяснить никаким естественным образом. Поэтому и сказано, поставили его на свое место. Они просто подняли его. Святитель Азотаус пишет, чтобы враги узнали, что победа их произошла не от слабости Бога, но от нечестия служивших ему ковчег и взятый в плен в чужой земле показал свою силу, дважды повергший идола на землю так, что он разбился. Ковчег не только не осветил место, но еще противоборствовал этому месту капище этого Дагона. Но главная мысль Иоанна Златоуста, это его трактат против иудеев, та, что захвативший ковчег, равно как и потерявший ковчег, все должны были убедиться в том, что не по бессилию Бога Израиля ковчег оказался пленен, а по грехам еврейского народа. Вот это для нас, русских православных христиан, это очень важное обстоятельство. Когда мы вспоминаем разрушение православных храмов по просторам нашей земли, это произошло не потому, что Бог наш немощный и не мог защитить свои храмы, но потому, что мы, русский народ, оказались очень греховными на тот момент, и Бог попустил этому разрушению, как уже в наше время Господь благословляет нас восстановлением всех этих храмов. И тот же храм Христа Спасителя, который был стерт с лица земли, а перед закрытием он принадлежал обновленцам, как известно, теперь он восстановлен, как чудо Божие, действие благодати, его восстановление, и православные христиане в нем служат. И читаем далее. «И встали они поутру на следующий день, и вот догон лежит ниц на земле, пред ковчегом Господнем». То есть опять он упал, как-то развернулся чудесным образом, и ниц на земле, пред ковчегом Господнем, голова догонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге, осталось только туловище догона. То есть туловище догона лежит, склонившись перед ковчегом, а у входа в это капище на пороге там голова догона и обе руки. То есть никто уже не мог сказать, что это какая-то случайность. Как есть такой семинарский анекдот, встречается верующий и неверующий, верующий говорит «Есть чудеса», неверующий говорит «Нет чудес», верующий говорит «Ну как же нет чудес, у нас вот дякон полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив». А неверующий говорит «Это случайность». Верующий говорит «Я бы тебе поверил, но потом опять он полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив». А это что? Неверующий говорит, это совпадение. Верующий говорит, я бы с тобой согласился, но сегодня он опять полез на колоколье, подскользнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит, это, наверное, привычка. То есть иногда, конечно, скептически настроенные люди могут спорить с явными чудесами, но тут было уже трудно поспорить, потому что помещение этого капища Дагон, оно закрывалось, и никто не мог туда просто так войти. Жители Аждота поняли, что сначала их бог упал без отсечения головы и рук, а потом уже происходит отсечение головы и рук, и это уже было явное проявление божественного гнева. И то, что туловище развернулось к ковчегу завета, а руки и голова лежат на пороге, это нельзя было объяснить никаким рациональным образом. И мы читаем пятый стих. «Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не вступают на порог Дагонов до сего дня». То есть для них это как некая такая плаха, на которой бог Авраама, Исаак и Якова разделался с их идолом. Посетители капища Дагона и его жрецы считали, что если голова Дагона и его ладони были найдены на пороге капища, то это означает, что на пороге находился победивший Дагона бог, и порог стал, в общем-то, плахой для этого Дагона. Поэтому они начинают перешагивать через этот порог, возникает как бы такая новая религиозная традиция у них. С одной стороны это плаха Дагона, а с другой стороны здесь вот такой мощный бог Израиля, вот он совершил такое чудо, и они боятся как бы не обидеть этого бога. Собственно говоря, язычники понимали все события того времени, как войну богов. Они же верили во многих богов. И при этом они считали, что у евреев свой бог, у египтян свои боги, у них свои боги. Но, конечно, их боги — это бесы, которые скрывались под этими идолами, об этом говорится в книге Второзакония и в посланиях апостола Павла. И мы читаем шестой стих. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в азоте и в окрестностях его». Мучительные наросты — это такие лишаи появлялись, воспаление кожи, некая такая короста, она покрывала этих людей. Григорий Великий, папа римский, двоислов, в своем толковании на первую книгу царей пишет, объясняется и способ умершвления. Действие от этих наростов было самое ужасное. Говорится, что всякий, кто умирал таким образом, выходил для освобождения кишечника, и тогда его в самые потаенные части седалища кусали мыши. Это далее мы увидим, что когда они начали откупаться от бога Авраама Исаака Иакова, они как раз делали золотую такую бляху в виде нароста из золотых мышей. То есть как-то это было связано, наросты и мыши. И святитель Григорий Великий так и объясняет. Так выглядит это буквально, но есть и аллегорическое истолкование. В буквальном смысле это относится к болезни, которую передавали эти мыши, которые кусали их в отхожем месте. В буквальном смысле это относится к болезни, наведенной рукою Господней и укусам мышей, вызывавшим смерть. Ведь говорится, что рука Господня отяготела над узотянами, потому что они погибали от укусов мышей. А почему именно от укусов мышей, а не змей? Есть такая точка зрения, что эти язычники смеялись над евреями и говорили, что это какие-то мыши, а не люди. Они такие маленькие. А филистимляне, как известно, были рослые люди. Среди них был великан Голиаф, чудовище. Хотя он был по происхождению мавитянин, но в нем могла быть и филистимская кровь. Но если этому фрагменту придать духовный смысл, то мы увидим два вида смерти. Первый вид смерти входит в человеческие сердца, когда дьявол совращает их ко греху, их людей. Второй вид раскаяния в совершенных грехах совершается силой всемогущего Бога. Посему в этом месте нужно воспринимать оба вида смерти духовно. Итак, та смерть, которой грешники освобождаются от грехов через раскаяние, обозначается словами, и отяготела рука Господня над азотянами. Та же смерть, которой язычники выставляли себя рабами нечистоты и несправедливости, обозначается словами о том, что их кусали мыши, а не погибали. Мышь действительно считается нечистым животным, и закон запрещает есть таковых. А что иное обозначается мышами, как не демоны. Действительно, демоны, как мыши, копошатся вокруг нас в воздушном пространстве. И что еще означает быть покусанным мышами, как не получить раны в расплату за грех. Грехи привлекают бесов. Но они подвергались укусам мышей в то время, когда выходили опорожнять кишечник. Но и что иное означает опорожнение кишечника, как необнаружение зловония, дурной славы, своей послушности греху. И так, кто выходил опорожнить кишечник, умирал от укусов мышей, потому что своими грехами, на виду у всех, он показывал образец испорченности. Да и сам ввергался в смерть вечную, через страшную привязанность к бесам. Имеется в виду, что когда человек творит грех и стыдится, греха он его скрывает. Это одна ситуация. А были конченые грешники. В Писании сказано, «Как садомляне о грехах своих говорят открыто, не стыдятся». То есть явно распространяют зловоние своего безнравственного образа жизни, так что это становится уже проблемой окружающих. И далее седьмой стих. И увидели это Азатяне и сказали, «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тишка рука его и для нас, и для догона Бога нашего». То есть они все пришли в ужас от того, что с ними произошло. Мужи Азота, Аждота — это богатые, влиятельные жители этого города, которые заправляли всем, что происходило в городе. Скорее всего, это были Плештим, Сарим, то есть князья палестинские или филистимские. Как я уже сказал, слово «Палестина» происходит от слова «плештим». Поэтому для нас оно не очень подходит при обозначении святой земли. Лучше называть земля Израиля или родина Господа Иисуса Христа. А Палестина, как производная от Плештим, указывает на филистимлян, которые так и назывались, Плештим. А филистимляне символизируют собою бесов. Беда Достопочтенный пишет, это его трактат на Первую книгу царств, «Идолопоклонники, видя силу Христа против идолов своих, все же не желают принять веру в Него, чтобы из-за нее одной не пришлось им от всех башков своих скопом отречься». Очень точно комментирует Беда Достопочтенный. Язычники действительно, многобожники, ставили христианам в вину то, что вы нам навязываете одного Бога, а у нас там десятки, сотни, тысячи Богов. Лучшая защита многих Богов, чем одного. Такая вот прочная логика. Беда Достопочтенный пишет, «Когда ложные христиане видят, что по причине их веры в Христа грехи, которые столь ими любимы, оказываются под запретом, то они отгоняют всеми силами само благочестие, вызванное верой, чтобы только избежать исполнения завета веры своей и пресечь порочные страсти». Они не хотят этого делать, они полюбили грехи, которым они служат, вместо того, чтобы служить Господу. То, что происходит в современном Евросоюзе, где грех объявляется нормой, даже христианскими сообществами, потому что люди так возлюбили грех, что ни в коем случае не хотят с ним расставаться, как и жители этого города. Беда пишет, «Азотяне достойны своего имени из-за склонности к излишествам, распутствуя страстям. Коль скоро они знать не желают предписаний Священного Писания, то им нет необходимости их выполнять, хотя бы они и знакомы с ними». Они просто не понимают принципиального различия между стихийным невежеством и сознательным отказом признать то, что изучал специально и знать обязан. Вот так резюмирует эту ситуацию. Беда дастопочтенный, этот удивительно правильный экзегет, который не так давно был канонизирован и в нашей Русско-Православной Церкви Московского Патриархата. Беда дастопочтенный, почти все Писание прокомментировал, и у него есть чудесные трактаты, в том числе трактата о Скинии, где он описывает подробно устройство Скинии, проецируя ее на христианское домостроительство спасения. И мы читаем далее, 8 стих. «И послали, и собрали к себе всех владителей филистимских», то есть сарим, князя этой местности, собрали других сарим, князей, и послали, и собрали к себе всех владителей филистимских и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева, и сказали, пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф, то есть в другой город, и отправили ковчег Бога Израилева в Геф. Зачем они это делают? Князья Плештим посчитали, что Бог нанес серию ударов, но именно по жителям Азота, и по их Богу, и, возможно, из-за того, что ему в Азоте не понравилось, и поэтому они решили предложить ему другое место, а именно город Гат. Но когда люди предлагают Богу переехать с одного места на другое, они просто не понимают природу божества, Бог везде сущ, и сама такая мысль, что можно Бога переселить из одного города в другое, она, конечно же, богохульна, потому что Господь наполняет собой все. И далее мы читаем с девятого стиха и ниже. Здесь говорится, «После того, как отправили его, была рука Господня на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них нарусты». То есть ничего не поменялось. И они наказаны за богохульную мысль, что можно перевести Бога из одного места в другое. И отослали они Ковчег Божий в Аскалон, то есть уже из Гефа в Аскалон. И когда пришел Ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне, говоря, «Принесли к нам Ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». Тут тоже начались те же проблемы, вот эти наросты, вот эти мыши, которые вызывали эти наросты. И послали, и собрали всех владителей филистимских, и сказали, «Отошлите Ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Любая святыня, она оберегается Богом, и когда есть храмы, которые нам еще не возвращены, какие-то здания, которые церковного назначения, но нам еще не возвращены, это будут проблемы для всего народа нашей земли. Неизбежно. И, собственно говоря, скорее всего, вот этот Советский Союз, он рухнул именно от того, что храмы находились в искверненном состоянии, в полуразрушенном или совсем разрушенной, стертой с лица земли, и гнев Божий не замедлил. И мы пишем, что происходило с этими людьми, ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма тяготела рука Божия на них, когда пришел туда Ковчег Бога Израилева. То есть они из города в город его перевозят, но люди уже наслышались, что там, где появляется этот Ковчег, там у людей серьезные проблемы, потому что они не могут его касаться. Далее мы потом увидим, даже из евреев только священники, Коганим могли касаться Ковчега, левиты даже не могли касаться. А тут какие-то филистимляне возятся с этой святыни. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма тяготела рука Божия на них, когда пришел туда Ковчег Бога Израилева. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. То есть они возопили всем народом, потому что они замахнулись на святыню. Собственно говоря, святыня является народ Божий. Народ Божий в христианском понимании это люди церкви. И всегда, когда против церкви начинаются гонения, это ничем хорошим не кончается для самих гонителей. И мы знаем, что даже гонения Антихриста самые внешне удачные, окончатся тем, что сам Антихрист будет умершвлен дыханием уст Христа Иисуса, царствие его разрушится, и Христос восторжествует.